добрый день дорогие товарищи сегодня 9 сентября вернулся из отпуска был в горах собирал травы и параллельно смотрел лечил пациентов там во владикавказе и как всегда брал материал для нашей встречи и наиболее часто встречающиеся вот пациенты но обычно очереди гастроэнтерологу пациенты к невропатологу и кардиологу это вечные пациенты и самые популярные врачи и как-то попал ну со своей знакомой вот я иду гастроэнтеролог ну я говорю я тоже с тобой пойду посмотрим а как да я к ней уже пять лет хожу я вы что ну вот она назначает да вроде назначить я что-то попью получше но потом прихожу опять опять хожу вот я гну пять лет ну как можно пять лет лечить ну у меня живот кишечник не работает я вот она мне дает то слабительные дает то вот эти фистал то панзинорм сдуть и уменьшается кишечник со слабительными лучше работает а так бы я клизмы вот делала но приходится иногда и клизмы делать ну вот она мне советует вот то то ту ну поговорил пришел гастроэнтеролог молодая женщина там около 40 лет я говорю ну вот вы не пытались полностью и избавить от этих проблем ну как это же хроническое заболевание хронический гастрит хронический колит они же храни не лечатся я ну а почему не лечатся как же ну организм система саморегулирующая и самовосстанавливающая клетка каждый орган желудок кишечник печень состоит из клеток клетка должна восстанавливаться чтобы восстанавливалась она должна нормально кровоснабжаться нормально иннервироваться больше ничего не надо ягу вот вы у человека плохо работает кишечник постоянно вздутие урчание дискомфорт запоры стул такой нефон да вот ну я и от запоров там слабительные даю от вздутия там даю фистал от этого то от этого а причину не 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 хотели посмотреть почему кишечник плохо работает значит нарушена моторика кишечника то есть не проходит пища нормально пища должна проходить 40 45 50 минут а человек по поел и пища это проходит час полтора два два с половиной три часа и эта пища уже не переваривается а перебраживает и вот такой разговор состоялся пациентку посадил и с врачом пытаюсь беседу наладить я год смотрите кишечник такой же орган он нуждается в нормальном кровоснабжении в нормальной иннервации чтобы моторика кишечник вот так должен работать и что пища проходила попала в пищевод и должна за 45 минут за 50 минут перевариться и пройти что-то нужно усваивается что не нужно через два часа выкидывается ягу ну раз моторика нарушена раз долго у нее запоры вздутие урчание значит не переваривается перебраживает да а почему нарушена моторика значит нет иннервации а посмотрите вот у нее какой позвоночник все зажато нервы зажаты естественно не будет нормальной моторики и кишечник так работает так и пища застаивается застаивается переваривая перебраживает вздутие урчания запора и все прочее ягу а может быть надо и поясничный отдел грудно расслабить растянуть чтобы нервы освободить чтобы нормализовать нормальную иннервацию дать но это меня не касается как вас и вы же хотите и вылечить или не хотите вылечить ну я вот у нас свое лечение это стандарты так при чем тут стандарты вы хотят вы знаете человека уже пять лет пять лет и и лечите вы лично ну хотите же помочь и чтобы она полностью избавилась пациентку спрашиваю вы хотите полно ну конечно я хочу а рекомендации вам давались такие вот кишечник никогда нормально не будет работать если чек мало двигается то есть вы когда ходите человек вот ходит поднимает вот ноги и значит стимулирует кишечник свой естественно я говорю доктора спрашиваю вы давали советы чтобы она в день километров 10-15 проходила что больше ела клетчатку ну в смысле грубую пищу яблоки капусту свеклу морковку помимо того что что мучное поменьше чтобы не забивать это она сама знает новые игры все комплекс должен быть комплекс во первых когда позвоночник за вот посмотрите вот она ходила помимо этого у нее боли в пояснице периодически обострение все она значит ходила к невропатологу невропатолог направил ее на мрт и ей сказали что у нее грыжи в поясничном отделе то есть диски разрушились диск на руле и зажимает корешок естественно нарушенной иннервации ягу вы же это все зна она вам говорила да она мне говорил но это невропатолог лечить ну это же касается вашего кишечника который вы пять лет лечите да но это пусть невропатолог а почему бы вам тоже не заняться этим какие-то упражнения показать какие-то эти это это в наши обязанности не входит вы человеку помочь хотите тоже самое вот вы знаете что не бывает хронического колита при нормальном желудке хронический галит гастрит потом хронический колит и так далее что хорошо опять-таки гастрита не бывает вечного если нормальное кровоснабжение желудка то гастрит проходит за неделю за две за три если нет нормально он бывает годами нельзя вот когда поясница зажата грыжи происходит смещение позвоночника и позвоночник уже не такую форму имеет ровную а вот так вот так садиться и естественно вот так перекажет с-образный изгиб получается и этот отдел он ответственный за кишечник вот здесь вот каждый отдел идет иннервации там желудку кишечнику к разным этим естественно этот отдел тоже деформируется и нарушается кровоснабжение иннервация желудка не исправив вот этого никогда не удастся вылечить не хронический гастрит не хронический козлить не запоры не понос ничего вы не никогда не вылечите потом я с этой женщиной с пациенткой вот вам не я уже надо тоже те принимаю эти принимаю и уже последние полгода приходится ежедневно делать клизмы вот чтобы ну стул был потому что когда стула нету плохо себя чувствует интоксикация я огонь не надоело ну а что делать ну давайте давайте вас комплексно пролечим мы ее взяли пролечили сделали два курса естественно убрали все нарушения которые нашли на тепловизоре вот тепловизионная картина вот смотрите кишечник вот он кишечник плохо работает зеленого нету и вот после лечения вот белое синее это зеленое но вот спина как было и как стала естественно спину расслабили растянули иннервацию нормализовали и кишечник восстановился естественно и таких не бывает патологии кишечника при здоровом позвоночнике вот тоже кишечник колит спазмы поносы вот спина убрали спину нормализовали кишечник полностью восстановился и кишечник и желудок вот нет таких примеров можно приводить кишечник и спина какая спину расслабили нормализовали естественный кишечник весь нормализовался и желудок и поджелудочные все ушло вот вот такая взаимосвязь когда нарушен позвоночник нарушается и трофика иннервации желудка кишечника нарушается нормаль регулирующие процессы потому что зажимается шейный отдел и нарушается питание головного мозга а оттуда идут гормональные нарушения щитовидка нарушается нарушается гормоны выделение гормонов гипофиза эпифиза и все это сразу влияет и на желудок и на кишечник расслабили позвоночник нормализовали помимо этого у женщины естественно бессонница постоянной нарушение сна какие-то депрессивные кишечник когда работает плохо постоянная депрессия постоянная апатия постоянные какие-то дурные мысли в голову через 20 дней сон нормальный настроение хорошее сделали два курса через месяц чек из дома не выходила два года боялась там то-то на процедуры к нам на первый курс уже начала потихоньку пешком ходить два с половиной километра потом уже выходила к концу лечения второго курса в день по 25-30 километров ходила в веселой жизни я говорю есть проблемы с кишечник как часы работы не вздутия не запоров никаких этих ничего нету желудок нормально работает пошел к этой гастроэнтеролога опять я вот ваша пациентка вот так вот так вот когда она что-то не приходит я ее по этот приглашу а вы поинтересуетесь чё она не приходит ну объяснил вот она пролечила мы ее убрали ну вот видите каждый по-своему но это ваши методы да нет ну вы же врач вы же думающий врач у нас свои стандарты мы будем так даже желание не появилось что-то узнать а что вы делали аж как везде у нас свои стандарты вот к сожалению вот я хочу обратиться ко многим сейчас после 40 лет ну практически нет человека у кого нормально работает желудок у кого нормально работает кишечник у кого нормально работает печень если у вас кишечник или желудок что-то работает плохо и вас лечат неделю два две три месяц ну значит никогда не вылечит таблетками вы найдите причину почему желудок плохо работает почему может быть спайки там может нарушена иннервация кровоснабжение почему моторика нарушена почему секреторная функция нарушен не переваривается пища не выходит полностью уберите эти причины и все ваши проблемы уйдут вот на раз-два благодарю за внимание